Тайны фонда SCP, бесконечная генерация уровней, интересные квесты все это есть в игре на Android The Lost Signal SCP, которую пилю я сам, когда не пилю видео на этот канал. Качайте игру, играйте в игру. Я говорю так не потому, что это поддержит этот канал. Ваша участь в загробной жизни определится. Ссылка в описании. Всем привет. Пришло время продолжить изучать мир SCP. Ведь в нем много всякого происходит. Где-то саркицисты выводят жутких монстров, где-то последователи церкви разбитого бога строят причудливые аномальные машины, а где-то шумят грязные и пропахшие кровью скрытые под землей цеха фабрики, производя свою продукцию. Ну а где-то в США в 1990 году случилось вполне обычное событие. Любитель разной современной техники основал свою фирму, которая стала делать разные совершенно обычные устройства. Фирма эта очень быстро разрослась и приобрела огромное влияние. Вскоре о ней узнали по всему миру, и ей заинтересовались многие тайные организации. При этом фондам она была замечена очень поздно, только в 2007 году, когда фонд SCP получил свое распоряжение робота, изготовленного в Anderson Robotics. Изучая эту машину, фонд обнаружил не только тот факт, что он технически превосходит роботов всех других фирм, но и множество аномалий в его конструкции. Так у фонда появился SCP-1360. Позже фонд обнаружит немало других аномальных роботов, нередко живущих обычной жизнью среди людей. В 1994 году владелец небольшой американской фирмы, производившей разную электронику, Винс Андерсон, путешествие по Европе находит дневники и чертежи некоего доктора Дюрана, того самого, что создал аномалию SCP-186. Изучив их, Андерсон понимает, что в его руки попало что-то большее, чем просто чертежи старых машин. Это были чертежи аномальных устройств, и они попали в правильные руки. Первым его аномальным изделием стал робот-паук, способный забраться в любое здание, найти дырку в любой охранной системе, скрываться от глаз людей и следить и подслушивать сколько угодно долго. Такой товар имел огромный успех, его купили разведки всех стран. Но никто так и не смог понять, как он устроен и за счет чего имеет такой несвойственный простой машине ум. Изделия Андерсона необычны. Его роботы, которые он делал в середине 90-х годов, могли то, что удается только современным машинам. Но с другой стороны, они не имеют каких-либо явных аномальных свойств. Это не игрушки, которые запускают ракеты. Это не часовые механизмы в виде человека. Это просто крайне продвинутая техника. Потому он долго не попадался в фонду. Благодаря этому товары Андерсона широко распространены в мире SCP. В продаже есть полнофункциональные протезы глаз, рук и ног, ничем не отличающиеся от реальных конечностей. Они продаются повсеместно, и люди, покупая их, даже не догадываются о том, что приобретают аномалии, известные фонду как SCP-2806. Человек, который вам был представлен, прибыл. Андерсон хихикнул. Аудитория залилась смехом. Как вам уже известно, эта маленькая вечеринка собралась, чтобы праздновать десятитысячную продажу протезов марки Gear Falcon. Достижение такой вершины было бы невозможно без участия присутствующих тут людей. Аудитория взорвалась аплодисментами. В 1998 году Андерсон начинает производить устройство, известное как SCP-1599, которое может собирать информацию прямо из мозга прикоснувшихся к нему людей. Кроме того, устройство может создавать голограммы. Эти голограммы, имитируя различных людей, манипулируют своими жертвами, толкая их на какие-либо нужные владельцы устройства поступки. При помощи этой штуки Андерсон смог завербовать в свою организацию лучших робототехников мира, собрать информацию обо всех оккультных организациях и просто заработать немало денег, шантажируя богачей. Голограммы, управляемые Андерсоном, являются звездом шоу-бизнеса, политиком, главом компании и президентом. Но главный свой продукт Андерсон произвел в 2002 году. «Папочка, как его зовут?» – спросила маленькая девочка, широко раскрытыми глазами, глядя на высокого андроида, неподвижно стоявшего перед ней. «Судя по руководствам, предоставленным нам Андерсоном, его имя, предустановленной личности Гектор, но мы можем называть его, как захотим, золотца», – ответил Джеймс и взъерошил дочкины волосы. «А что значит Гектор?» – спросила она, выбираясь из-под отцовской руки. «Был такой великий воин, защищал город Трою». «А-а-а, а он тоже великий воин?» «Лучше бы ему таковым быть», – хмыкнул Джеймс, с учетом того, сколько я за него заплатил. «Тогда я хочу, чтобы его тоже звали Гектором». «Конечно, солнышко», – сказал Джеймс с легкой улыбкой. «УГАСП номер 31. С этого момента ты откликаешься на имя Гектор. Ты меня понял?» «Андроид кивнул. Он посмотрел вниз, когда девочка схватила его за руку. «Можно мне сейчас поиграть с Гектором, папочка?» – спросила она, улыбаясь от уха до уха и взбираясь на андроида. «Конечно же», – ответил Джеймс. «Всегда, когда Гектор не требуется папе, можешь играть. Сколько пожелаешь. Он всегда будет здесь для тебя, Сара. Всегда». Роботы, неотличимые от обычных людей, стали ходовым товаром. Те, кто раньше покупал монструозные, покрытые ржавчиной и забрызганной кровью людей изделия фабрики, быстро оценили андроидов мистера Андерсона. Ведь они могли выполнять свои задания, находясь среди людей и не привлекая абсолютно никакого внимания, ничем не выделяясь из толпы. А сам Андерсон буквально наполнил такими роботами улицы. Но особую модификацию таких роботов Андерсон не продает никому. Это роботы Андроида способны не просто прикидываться людьми, а быть неотличимыми от людей в биологическом смысле. Они выслеживают жертву, убивают ее, анализируют информацию из мозга и ДНК и создают подобие живой ткани на своем металлическом каркасе, занимая место убитого в его жизни. Сейкер номер 76, сидевший за столом доктора Грета Коллинза, был одет в синтетический биологический корпус, генетически идентичный вышеупомянутому доктору. Почти два года назад номер 76 выследил доктора Коллинза, убил его, собрал его кровь и органы и похитил его личность. Похищение произошло незаметно, а останки доктора Коллинза были утилизированы таким образом, чтобы никто и никогда их не обнаружил. Устройство Сейкера стало практически необнаружимым. Как только он примерил на себя оболочку из похищенного биологического материала, идеально имитировавшего анатомию доктора Коллинза. Со времени похищения номер 76 успешно внедрился в жизнь как Коллинза, так и фонда SCP, выполняя задание Андерсона. Теперь, когда он смог свергнуть исследователя Конуэлла и получить доступ к SCP-1360, пазл сложился окончательно. Оставалось только дождаться подходящего момента для удара. 76-й мельком увидел свое отражение на экране компьютера Коллинза и ощутил легкую грусть, или то чувство, которое заменяло грусть андроидам. Он полюбил свою нынешнюю личность, но он знал, что его представление скоро подойдет к финалу. Он пожал плечами. До этого момента все было весьма весело. Номер 76 был не в том положении, чтобы жаловаться. Может показаться, что Андерсон Работникс – это очередная организация, просто делающая аномальные штуки в мире SCP. Но это не так. В отличие от циркицистов или механ, которые создают аномальные организмы и машины соответственно. Потому что это суть их учений и диалоги. Андерсон производит вещи на продажу. А в отличие от безумных изделий фабрики или доктора Развлечудова, вещи Андерсон Работникс полезны и востребованы всеми. Но кто знает, какие Андерсон еще цели может преследовать и какие цели он преследует на самом деле? Ведь кроме продаж протезов, он занимается и массовым шпионажем, наполняя секретные учреждения механическими пауками-шпионами, создавая голограммы разных важных людей. А главное, всюду запуская своих неотличимых от обычных людей роботов. Кто знает, кто из политиков, звезд шоу-бизнеса или даже сотрудников фонда SCP был уже подменен одним из роботов Андерсон Работникс. Всем пока!